По статистике, ежегодно приток мигрантов, приезжающих в Ставропольский край, увеличивается примерно на 20%. Цели у всех разные. Кто-то переезжает в регион на постоянное место жительства, другие – временно из-за рабочей поездки. В том или ином случае, иностранцам важно в течение недели встать на миграционный учёт. И если раньше мигрантам нужно было бегать в разные инстанции, то теперь все документы они могут оформить в одном месте. В начале года в Ставрополе открылся многофункциональный паспортно-визовый центр. На площадке филиала Федерального государственного унитарного предприятия паспортно-визового центра Министерства внутренних дел России осуществляется приём граждан по предоставлению следующих государственных услуг. По осуществлению миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, прибывающих на территории города Ставрополя. По предоставлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации. по предоставлению иностранным гражданам лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации в целях получения образования, по выдаче иностранным гражданам лицам без гражданства видов на жительство Российской Федерации. Внутри паспортно-визового сервиса иностранные граждане могут сделать сразу несколько важных процедур. Это сделать фотографию, а также провести у сотрудника МВД дактилоскопию. Не выходя из центра, можно пройти медобследование, а также получить все необходимые справки. Специалисты сервиса помогут с подачей и оформлением документов. Вот за текущий момент, в январе месяце, у нас принято более 7800 иностранных граждан и им выданы патенты на разрешение на временное проживание 300 и вид на жительство 600 человек принято. На территории нашего филиала также работают сотрудники управления по вопросам миграции. Наши сотрудники принимают документы, обрабатывают их и потом передают на полную уже доработку именно этим сотрудникам, которые принимают решение выдать патент, либо не выдать. В дальнейшем в многофункциональном центре можно будет пройти очное тестирование и получить сертификаты о владении русским языком. А уже сейчас каждый желающий может получить консультацию по номеру телефона, указанному на экране. Никита Лукьянченко и Арсений Саркисов. АТВ Ставрополь.